попросили прислать какой же у меня большой телевизор а там еще не хватает сколько тут уже метр с 8 выходим из квартиры что она встречает такой подъезд выход живу на первом этаже это подвал тут даже есть лифт работает и чистый выхожу на улицу тут стоят велосипеды машины как видите дом двухэтажный и с лифтом подхожу к своей красавице открывая капот открываем капот прикуриваю смотрим крышку убираю перерыв что мы тут видим одна турбина пошла вторая турбина пошла то есть двойная турбина что вы знаете это как живут тут сварщики швейцарии как бы два бомжары все остальное вот выезжаем на нашу деревенскую улицу конечно асфальт грязный на что-то делать а он вдали нет ни альпа это самый маленький туннель что я видел раз заехал и уже выехал пока меня везет мой личный водитель с вашиком это положено личный водитель швейцарии я вот пиво пью те горы уже германия а это таможня как проезжают таможню в цивилизованных странах раз 60 там они ставят печать и получает ндс обратно 19 процентов тысяч раз при закупке германии но кого-то тормознули да они вот швейцарскую таможню проехали это рейн сейчас будет граница где-то а вон же немецкий двухглавый орел или он одноглавый и он одноглавый а вот немцы из-за всяких терактов и всего остального последнее время стали проверять кто тут едет стоят высматривают всяких нелегалов они думают похоже мы на лигне на лигне и легалов или не похоже не мы не похожи по ходу дела на не нелегалов нас пропускают нормально так ну вот мы и в германии но сейчас мой водитель покажет как можно скорость набирать это двойная турбина нам пора съезжать так цена молотка литровая сколько тут посмотреть три с половиной сто рублей девяносто девять рублей кто говорил что 2 200 рублей триста но жене не забыть купить цветы конечно вот это мы купили в одном магазине а это мы возвращаемся обратно теперь с левой стороны немецкая таможня а мы едем вперед к швейцарской таможне а мы едем вперед а вот видно что двадцать седьмое четвертое что потом не сказали что разные видео из разных дней вот он рейн с другой стороны сейчас где-то тут а он уже швейцарский флаг дали мелькает сейчас где-то тут должна быть граница с швейцарией но все они прут на мерседесах наглые уже давно надо было перестраиваться ну вон уже и швейцарская таможня добрый немец мы немцы добрые сейчас швейцарская таможня посмотрим что там творится на швейцарской таможне ну там грузовички ждут понедельника надеюсь сегодня обед и мы контрабанду провезем нормально стоит там кто-нибудь нет не стоят а проведем алкоголь мясо а на пообед короче ну война войной таможня таможней а обед по расписанию ну вот опять сегодня везли много-много контрабанды ну рыбу да нет ну в этот раз мало контрабанда ладно в этот раз мы мало мяса взяли ура мы дома в швейцарии так вот порошок это специально чтобы аллергии не было всякая гигиена соль для посудомоечной машины вот это одна в швейцарии 20 франков стоит тут такие прекрасные картиночки блин с табаком ну вот вот примерно на 130 табака взяли так еда для кошечек и собачечек вот нас кошка и собака для кошки и собаки ну вот консервы завтрак туриста примерно шпроты колбаски это я тоже люблю опять сосиски свежий фарш котлетки и разные сорта колбасок так красная рыба 6 штук сколько она тут примерно весит посмотрим примерно весит 1300 да весит на 6 на 3 1300 ну сами вышки лососевая форель это форель с красным мясом тут у нас получается селедка тут у нас получается копченая рыбка и кальмары уже в этом в панировке тут опять немножко мяса фарш ну мясо курица сосиски и колбаса блин не поместилось на плите пришлось всякие помидоры острые хреновина чесночок мне доложили грибы поры перчик помидоры грибочки так также разные виды сыров это для духовочки это для закусочки это для намазочки это для пиццы это для чейсберга а это получается как брынза а вот еще один понесли ну и булочки там разных сортов три сорта в этот раз тоже в духовочке на пять минут поставишь как свежие из булочной ну вот так немножко всяких вкусняшек конечно так тут всякие перчики приправчики спаржа зеленая спаржа наоборот спаржа белая спаржа зеленая укропчики петрушечка остренькая остренькая что там еще да еще базилик который растет в горшке так разные соусы этот мне очень нравится он как для жарки соус короче тот самый лучший майонез виракль вип томатный соус как говорится оливковое масло ну и самое главное виски джентльмен джек коньяк и так со 7 звездочек виски клинк кляун и пшеничная водка вот вот так примерно мы живем в швейцарии вот так примерно закупаемся вот так вот ну фух после такой дороги а сейчас открою открывай открыл ну что ж после такой дороги можно и выпить джентльмен джек ну все ж за процветание процветание